Всех приветствую на WallStreetOnline Каждую пятницу в 20.00 собираемся по этой ссылке и рассматриваем основные фьючерсные рынки за неделю Итак, начнем с новостей, которые ждут нас Ну, Петролиум отчитался по запасам сырой нефти как раз нам на руку И нефтяные фьючерсы потихонечку тянутся к северу На следующей неделе, 8 марта, великий праздник, женский день Так что всех женщин, девушек, весь женский пол поздравляем ВВП не Китая, а Японии во вторник В среду Канада процентная ставка И еще раз запасы сырой нефти 18.30 по Чикаго Это в среду, ну, по штатам Евросектор, Евросоюз В четверг 15.45 решение по процентной ставке Часто мелькали слухи, что могут уйти даже в отрицательную зону Ну, посмотрим, пока аналитики считают, что они не поменяют процентную ставку По штатам Jobless Claim с 10 марта Ну, и Петролиум 9 На следующей неделе по штатам будет более-менее спокойно Никаких отчетов крупных компаний не предвидится ВТБ, если не ошибаюсь, в понедельник отчитывается по своим достижениям Так, начнем с S&P Так, удерживаю пока динамику Правда, объем уже поменьше идет Но еще чуть-чуть и практически будет полный реверс контракта Вот, 20.50 ориентир Здесь как раз первые сессии начали формировать первую локацию И вот, три сессии медленно, тихонько, но идут к 2000 Так что, будем следить отработку И, ну, как бы осталось совсем чуть-чуть до завершения Да, по Петролиуму в среду я ошибся Там были запасы чуть больше Согласен Я что-то посмотрел Да, спасибо, что поправили Так, по дельте Соответственно, дельта была на стороне байеров Вот, первого числа особенно Поэтому вот этот диапазон 19.72 по 15.84 считаю взять необходимо Ну, то есть, как поддержку учитывать И следить за тем, как будут байеры стараться удерживать этот диапазон Возможно, даже поработать с ним в качестве поддержки Но уже осталась вот неделя И это будет неделя фиксации позиций Тем более, уже достаточно рынок так прошел в покупку И волатильность вполне возможна на пустом месте Поэтому осторожнее В общем, последнюю неделю желательно как раз присматриваться к новому контракту Если мы посмотрим сейчас, какие объемы идут на новом контракте То Объемы растут И уже сегодня 13 тонн Оборот 19.92 цена Видите, ниже, чем предыдущий Так что Вполне спокойно, потихонечку можно уже Работать по Новому контракту Открытый интерес Еще держится То есть, позиции еще есть И даже вот открывали вчера и сегодня Но Открытый интерес На следующей неделе будет Угасать Потому что будет выходить И если вы еще В позициях То следите за Открытым интересом Как только начнет падать От сессии к сессии Значит И вам нужно уже заканчивать там Работать Так Это уровни за неделю Спекулятивные И мы Выделим сейчас Самые Необходимые Диапазоны Совершенно верно Тут Ну Как бы не поспоришь Если Сокращают добычу То это Намного Важнее Чем Непонятно Откуда взятый отчет По запасам сырой нефти У этих Америкосов Поэтому Лучше следить за Сокращением добычи Так Ну Здесь Мы берем поддержку Понедельника Плюс вторника Тут хорошенько так Размещали Потом Среда Плюс четверг Фактически Можно взять Ядро недели В качестве поддержки Для Если Упростить Девятнадцать восемьдесят По Девятнадцать семьдесят Будет ядро недели В принципе Если будут удерживать Выше ядра Это будет Хорошим показателем Для Байеров Пока не уйдут ниже Ну Одна неделя И там я думаю Четырнадцатого Уже Будет Как раз Ну Как раз Ядро недели ВВП Тоже на Этом уровне Разворот Сегодня Моя Выделим Девятнадцать Один По Восемьдесят Семь В качестве Поддержки Можете Взять На вооружение Сегодня Открывали Позиции По отношению К Недельным Уровням Так что Эти участники Еще в рынке Но Пока еще Торгуются СНП Прямо На максимум Имени Недели Возьмем К Девяносто Девять Девять По Две Тысячи Два На всех Случае Если Закроются Ниже То есть Либо В этом Коридоре Либо Если Еще Ниже Закроются Ниже Восемьдесят Семь То Возьмите В качестве Сопротивления Пока Стоят На этом Уровне Уровень Нейтральный То есть Нельзя Его Брать Как Сопротивление Так ФСХ Идентично Тут Два Дня Простояли И мы Берем В качестве Поддержки Кто торгует ФСХ Промежуточная Загрузка 29.70 И 29.41 Вот День Был Такой Удачный 29.24 На следующей неделе Уже Выделим Необходимые Уровни Для Следующего Контракта По всем Инструментам Пока Немножко Разоргуемся Так что Первые признаки Которые мы Зафиксировали Были Здесь На разворот И Поддержка На уровне 66.68 Давайте Выделим Ядро контракта Ядро контракта В районе 75 По 72 Смело Можно брать Коридор Ядро Так Открытый Интерес Посмотрим Ортс Во второй Сохранится Сейчас Посмотрим Еще Дельту На чьей стороне Вчера И сегодня Отличная Была Загрузка Байеров Коридор Которые Они Выбрали Это 78 800 80 100 Видите Где грузили По Максимуму Дня Там Где Куча Заявок На шорт Они Это Все Дело Аккуратно Собрали Точно Так Жи Здесь Так Что Формируйте Свои Точки Входа Там Где Толпа Ходит На Продажу Это Уже Давно Заметно И Давно Зафиксировано Так Поддержка Загрузка Байеров Тут Желательно Чтобы Этот уровень Не пробили На следующей Неделе Удерживали Такую Же Активность На Бай Пока Еще Торгуют Не Выходят И Посмотрим Где Уже Июньский Так Идут И Вы Уже Должны Переходить На Новый Как Только Будет Возможно Так Спекулятивный Так 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 Образом Пускай Будет 79 78 300 Тут Торник Тут Среда Тут Четверг И На Север Идут Прям Не Не Задумываясь В четверг Хорошая разворотная Сессия Была Отличная Но В среду Вот здесь Такой сброс Был Печальный Так Загрузка Вот Этих Ребят Надо Выделить 80 300 80 740 И Объемная Фиксация На Всякий Случай Вот этот Коридорчик Могли Интродейщики Сбросить Позиции Уйдут Ниже Твоя Диапазона Там С утра Понедельник Могут Немножко Поплясать Ниже 82 Так Это У нас РТС Теперь Рубль Тут Почти Тоже Полный Разворот Контракта Осталось Немножко Идем На 69 70 Это Вот Старт Мартовского Контракта Осталось Совсем Чуть Чуть Единственный Объем Падает Ликвидность За сессию И В качестве Сопротивления Вот 73 974 350 В качестве Сопротивления На Ближайшую Неделю Взять Взять Внимание Также По Спотом Здесь На 74 Грузились 73 70 Объемы Неогромные Видно Побаиваются Еще Неуверены Поэтому Следите За этим Уровнем 76 10 76 6 Тоже В качестве Ну Ядро Этого Не Контракта Но Периода Скажем И 71 По 70 20 Тут Могут Немножко Пободаться Поэтому Возьмите На вооружение Этот диапазончик На следующей неделе Если его пробьют Это будет Очень Очень Хорошо Так На Рубле Дельта Видите 80 тонн На стороне Селлера И Еще Такой Активный Диапазон Продаж Это 75 100 75 400 Возьмите Внимание На вооружение И Спекулятивный Спекулятивный Сейчас На Рубле На следующей неделе По Споту Скорее всего Здесь Да Сейчас я поменяю Маркировку Бидаск Будет То же Самое 151 2194 Если точно Так что Не особо Не критические Для Байеров Итак На неделю Спекулятивные Уровни Тут Аккуратненько Вторник Разместился Причем Смотрите Как Жестоко Я бы даже Назвал Все Ну Два дня Так точно Вот У нас Основной Коридор Торгов Сбрасывают По стопам Снова Массив Снова Сброс Всех Желающих На шорт И Тогда Только Пошли Потом Еще Четверг Тоже Почти Вынес Всем Сопорей Значит Ядро 74 Даже Не 74 73 900 Вот И 74 300 Так Вот этот Уровень 73 По 72 700 В качестве Сопротивления Ну Его Могут Еще Прокалывать Потому Что Здесь Немного Буквально Вот Выстрел Был На 355 Тон Но Если Его Будет Активно Защищать Селлера То Неплохой Уровень Для Защиты И Использовать В качестве Сопротивления Понедельник Был Слабо Объемным Но Тут Какие Объемы Все Таки Были Ну Плюс Вот Этих Стопорей Ну Его Использовать Не Самый Надежный Уровень Там Уже Своё Дело Сделали И Евро Вот Такой Вот Вход Ко Нем Не Пустили Ниже 0880 0810 Возьмем Этот Массив В качестве Поддержки На ближайшее Время Может Конечно Сформироваться По типу Такого Равно Удаленного Нисходящего Канала Но Как-то Слишком Круто Развернулись Особенно Ликвидность Вот этой Сессии Последней Пятницы Сопротивление Из 4 Массив 4 дней 10.05 10.40 Еще Пока Не пробили Поэтому Будем Следить Как Еврик На этом Уровне Себя Будет Вести Потом Естественно Если Пробьют У нас Начинается 11.50 По 10.95 Второй Ровень Сопротивления По Поддержке Тут Понятно И 2 Сопротивления На Следующую Неделю Дельта Как видите Уже В аккурат Поменялась На Байеров Причем Идут Уже С 21 Числа Постоянно Еврик На Открытому Интересе Сейчас Посмотрим Ну Вчера Вот Размещались А сегодня Почему-то Выходят Разница Небольшая Но Открытый Интерес Идет На Снижение Так За Неделю Недельные Уровни В общем Коварный Такой Разброс Был По Волатильности И 0.88 По 0.850 И Ядро И Поддержка Второй Уровень Также Я бы Взял На Вооружение Тут Как бы Поддержка Загрузка Сегодня На Реверсе И Еще И В Четверг А Вот На Максимуме Тут Наверное Все-таки Будем Следить За Этим Массивом 10.20 По 10.42 Тут Также Промежуточная Поддержка 0.965 72 Второго Уровня Конечно Диапазон По Поддержке Но Возьмите На всякий Случай Могут С него Уходить Так Фунт Тоже Такой Вот На самом деле Разборот Очень Ну Скажем Не часто Так Разворачиваются Инструменты Фичи Большинство Фичей Немножко Другая Модель Разворота Такие Редко Встречаются Прямо Просто Уперлись В плиту И Все Буквально Три дня Стояли И ушли Сразу На север Рост Был Не на особо Большой Ликвидности Поэтому Возможно Это все Не Не такой Уши Долгосрочный Рост 43.30 42.85 Сопротивление Индекс Баксов Тут Сопротивление 98.58 По 98.16 Вот Если тут Будут Удерживать Может быть Хорошим Уровен Сопротивление А вот Поддержка На Вот этой Локации 97.30 97.50 С копейками И вот Как развернули Индекс Баксов Достаточно Ликвидно В одном Точечно Пух И все Так Бренд Это склейка Контрактов Тянется Уже К 40 И Тут Недолго Осталось Чуть Чуть Совсем Значит 4 сессии 36.50 37 В качестве Поддержки Если Взять Чисто Новый Контракт По Уровням Тут Ядро И Уровень Поддержки Лайт Лайт Свит На Новом Контракте Волатильность Сократилась По сравнению С Предыдущим Периодом Торгуются Так Как будто Им Больно Уровень Ликвидности На Вот этот Рост Был Очень Несоответствующий То есть Топливо Для роста Баррелей Стоимости Баррелей Нефти Почему-то Вот Не сильно Отреагировали Рост Идет На Таком Умеренном Объеме Не слабом Но и Не Активном То есть Похоже Что Петролиум Который Будет На следующей Неделе Может Это Все Дело Развернуть Опять Поэтому Аккуратнее На Всях Случай Возьмите 3415 35 Если Его Нефть Обратно Пробьет То Печалька Ну Еще Этот Массив 32 Тоже Тут Грузили На Поддержку Возьмите Ну Вот Такие Вот Обстоятельные Дела Тут Как видите Плита Достаточно Такая Массивная На 36 15 По 37 И Нам Надо Срочно Провить Этот Коридор Дальше Сложнее Будет Прямо До 38 Будет Этот Весь Массив Создавать Сопротивление Объем Мне пока Не появился Это Не сильно Хороший Знак Для роста Возможно На следующей неделе Появится Ну В общем Следите Открытый Интерес Давайте Посмотрим Фиксация Идет Последние Две Сессии Первого И второго Заходили А тут Пока Фиксируют Поэтому Осторожнее Могут Еще Наделать Всяких Коварных Движений Как видите Пятницу Четверг Зафиксили Немножко Пятница От четверга Буквально На 2000 Отличается По Значению Поэтому Возьмите На всякий случай Следите За этим Массивом Трех Сессии Если С понедельника Второй Коварно Уходят Обратно К этому Диапазону Могли И стопы Стряхнуть Поэтому Пока Еще Нужно Подтверждение Так Золотишко Продолжает Рост Должно Было Быть Наоборот Но Они Дальше Идут Причем Объем Сегодня 260 Тон За Сессию И Это В то В то В то В то время Как Нефть Становится Дороже 12 26 12 12.41 Уровень Второй После Ядра Еще Поддержка Может быть На 12.08 12.15 И Вот этот Диапазон Ключевой На следующую Неделю Пятница 12.66 По 12.75 Если Нырнут Под этот Уровень Могут Атаковать Еще раз 12.32 12.26 Если Дальше С этого Уровень Встановится На Рост То Вот Этот Объем Он Как раз Соответствует Динамике Поэтому Может Сохраниться Этот Весь Рост Посмотрим Открытый Интерес Да Видите Резкий Скачок По Открытому Интересу Даже Даже По Отношению Контрактов Вот Вчера И Второго Фиксировались Там По Чуть А Сегодня Вот На 315 Скаканули Причем Это Топовый Уровень Открытого Интереса За Апрельский Контракт По Золоту Топ 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 Давайте Золото Посмотрим Насколько Там Байеров Много Да Байеры Сейчас Я Выключу Бидаск По Агрессору Даже По Агрессору Тут Есть 6 5 Тон Причем Основной Диапазон Активности Байеров Вот Пришелся На этот Коридор 12 58 По 12 66 Возьмите На Заметку Будет Поддерживать Отлично Дальше Будет Рост На Сегодня Все Вам Хороших Выходных Женский Женскую Половину Человечества С 8 Мартом Заранее Вам Попутного Тренда Не забывайте Что Большинство Контрактов Фичерсных На следующей Неделе Будет Уже Потихоньку Сдавать Позиции И Фиксироваться Так что Готовьтесь К 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 Весна И Может быть Драйв Хороший То есть Тренд По Инструментам Поэтому Всего Наилучшего До Следующего Свет Онлайн Который Будет В пятницу 9 Числа Еще Дополнительный Открытый Вебинар По Смарт Волюм Тренд Всем Всего Хорошего Пока Продолжение следует